Девушки отдыхают В июле 1780 года в Петербурге в доме сенатора Бакунина давали бал. Ожидали приезда знаменитого графа Калиостро. В домашнем театре шла опера Дидона и Эней. Рядом с крепостными актерами на сцене пела дочь обер-прокурора Алексея Дьякова Мария. А партию троянского героя Энея исполнял никому неизвестный Николай Львов. Домашние спектакли 18 века играли особую роль в жизни светской молодежи. Точнее сказать, было две функции театра. Театр вообще был предметом воспитания молодежи, потому что позволял молодым людям и молодым девушкам обучаться жизни. И в том числе лицедейству, что для света было совершенно необходимо. А кроме того, вести себя публично, разговаривать и так далее. А вторая функция домашних спектаклей, домашнего театра заключалась в том, что это, пожалуй, одно из редких мест, где светские молодые девушки и юноши могли общаться в неофициальной обстановке и даже влюбляться, иметь какие-то отношения, помимо того, что было в гостиных и на балах. Все восторгались игрой Марии Дьяковой. Как хороша! Завидная невеста! С приданым! 24 года, а все еще не просватана! Сам собой зашел разговор, как правильно выдавать дочерей замуж. На английский или французский манер. Сентименталисты и англичане давали своим дочерям свободу выбора, согласно велению сердца. Французы, приверженцы идеи просвещения, с мнением невесты не считались. Русские же обычаи со сватовством да со сговором считали купеческим, пережитком прошлого. Грешным делом могли и погадать на будущее дочерей. И калиостро задали тот же вопрос. Он предсказал Машеньке, что она выйдет замуж по любви, за бедного и незнатного. Муж сразу же после свадьбы оставит ее, и она не увидит своих внуков. Маменька Авдотья Петровна была в ужасе. А на вопрос, можно ли избежать злого рока, великий магистр ответил, все в ваших руках. Машеньке, как впечатлительной барышне, положено было бы провести ночь в слезах и без сна. Но она, вопреки ожиданиям, спокойно заснула. Это другая психология. Это было то редкое время, вот эта эпоха прозвищения в России отразилась на азиатский темперамент. И необузданность наложилась вдруг рациональное вот такое начало. И получился такой удивительный тип людей, понимаете, удивительный тип людей, которые могли сочетать в себе вот эту эмоциональность, сентиментальность. Это же время было, когда в искусстве доминировала сентиментальность, тушечка, пушечка, лючечка. И в то же время, трогая рациональное начало, регулирование своего поведения, управление своим поведением. И вот по мнению современников, по их воспоминаниям, оставшимся до наших дней, она оказывала в своей игре много жару и страсти, как они писали. Вот мне кажется, что жар и страсть – это как раз ключевые слова, потому что эти свойства может оказывать все-таки только очень свободный, эмоциональный человек, самостоятельный. И, в общем, еще одним доказательством того, что у нее были именно эти качества, для меня служит то, что ее любимой ролью была роль Дидоны, то есть героини, которая отвергает партию с нелюбимым человеком, несмотря на то, что этот человек может принести ей и свободу, и престол. Пока на сцене кипели античные страсти, чувство не меньшей силы переполняли сердца главных исполнителей оперы Николая и Марии. Они были знакомы уже несколько месяцев. Львов и его три друга Державин, Хемницер и Капнист сами писали пьесы, ставили спектакли и играли в них. А женские роли исполняли сестры Дьяковы – Екатерина, Александра и Мария. В этот вечер Николай Львов, бедный дворянин из Таршка, признался в любви оберпрокурорской дочери. И она любит его. И ни его положение, ни бедность, никакие предсказания, ничто не может поколебать ее решимость быть с Николаем. Решено было, что в будущий четверг Николай будет просить ее руки у родителей. Нужно представить себе, что это был за человек Алексей Дьяков. Обыкновенный чиновник, по-видимому, происходивший из незнатного рода, сама фамилия говорит, но женившийся на княжне Мышецкой. И дочери для него – это были способом умножения семейного капитала. Их нужно было пристроить так, чтобы внести в семью и богатство, и моральный капитал, то есть расширить связи в высшем обществе. Слуга доложил оберпрокурору о приходе господина Львова. Ему предложили войти. По мрачным лицам Львов сразу понял, что его ждет отказ. Но, тем не менее, он решил попытать счастье. Оберпрокурор смирил его взглядом. Потертый сюртук, дешевые сапоги, молод, беден. Что у него есть-то? Одно убогое сельцо Никольское под торжком. А там сказывают – болото киснет по берегам овсуги, коровы осокой кормятся. Да и чин у него велик ли, капитан? Рано Маше замуж – был короткий ответ. Это была, конечно, отговорка. Матушка помнила предсказание Калиостро. Впрочем, я очень люблю это известное выражение, что характер – это судьба. Вот уж действительно, в случае Марии Дьяковой и Николая Львова судьба была заключена в их характере. Потому что, с одной стороны, конечно, сразу было, наверное, видно, что Николай Львов – человек очень одаренный и очень решительный. Но, с другой стороны, мало ли людей решительных и одаренных ничего вообще не добились. Поэтому Марии Дьяковой надо было очень сильно верить и в свое чувство, и в своего избранника. Что делать? Выйти замуж за другого и тайно встречаться с Николаем, советовала сестра Александрин. Так жили многие. Тайно венчаться и бежать за границу, предлагал Львов. Нет, она решила другое – бросить вызов судьбе. Тайно венчаться и остаться жить дома. Я уверен, что она, если не до конца, она все-таки чувствовала, что вот только венчание может их спасти, их любовь. И спасти для нее, этого мужчину, и спасти ее самому от вынужденного брака и возможной трагедии. Она очень не хотела трагической жизни. Восьмого ноября 1780 года Дьяковы собирались на бал. За Александрой заехал жених, Василий Капнист. Машенька сказала родителям, что поедет в их карете. Как только экипаж отца с матерью скрылся за поворотом, карета Капниста свернула в сторону галерной гавани. В маленькой церкви Святой Троицы их уже ждал священник и взволнованный Львов. Еще не поздно было повернуть назад и вернуться на бал. Но, взглянув в глаза Львова, Машенька забыла все свои тревоги. В церкви царил полумрак. И в звенящей тишине эхом раздалось. Венчается раб Божий Николай, рабе Божьей Марии. Полусонный дьячок, скрипя перрон, внес надлежащую запись в метрическую книгу. И молодые уехали. Дело-то было сделано, но вообще-то оно было уголовным. Потому что брак против воли родителей преследовался и по закону тоже. Уже не говоря о том, что невеста, ставшая тайной женой или обвенчавшаяся без воли родителей, не получала приданного. Священника могли исторгнуть из его сана. А сам жених, как инициатор всего этого дела, мог тоже серьезно пострадать. Его могли отдать на попечение родителям, что для взрослого человека было крайне унизительно. И даже посадить в монастырь на пару лет. Львов отправился домой, а его молодая жена с Капнистом и Александрин на бал, где их ждали родители, уже взволнованные их долгим отсутствием. Но никто ничего не заподозрил. Я думаю еще о том, что театр их познакомил. Благодаря театру вспыхнуло их чувство. И вот театр продолжался уже и в жизни, только с обратным знаком, со знаком минус. Потому что Марии Дьяковой приходилось разыгрывать еще долгие годы, долгих четыре года. Пришлось ей разыгрывать невесту. Смеяться, веселиться в доме, где было полно женихов, отказывать им, ищущим ее руки. Львов твердо знал, что от того, как скоро он выбьется в люди, зависит теперь его счастье. На помощь пришла природная изобретательность. Он достал запыленные планы чертежей, которые сделал еще в Италии, путевые заметки, Рим, Флоренция, Венеция. Рисовал, чертил, не выходя из дома целую неделю. Готовые чертежи понес графу Безбородко и предложил рассмотреть проекты. Нужно было все сделать так, чтобы победить родительское неприятие. Она стимулировала этим его карьеру, его желание сделать карьеру, чтобы быть вместе. С одной стороны, с другой стороны, она противопоставила родительской воле свою волю и выстояла в ней. А поскольку это были уже времена просвещенные, насильно ее выдать замуж, родителям голым не приходило. Душенька, писал Николай Львов-Марий, граф Безбородко оказал мне честь, предложив заказ от самой императрицы строить храм в Могилеве. Жаль, но я не могу принять это предложение. Я архитектуре серьезно не обучен. Не сомневайся в себе, отвечала Маша. Ты построишь этот собор лучше, чем кто-либо другой. И там будут возносить молитвы о нашем счастье. Сохранилось два замечательных портрета Маши. Один портрет до заключения этого тайного брака в 1778 году, а второй портрет в 1782 году, когда она уже состояла в львовом браке. И очень хорошо видно. На одном вот такая зардевшаяся невинность, а на другом уже женщина в рассвете своей красоты, но с тайной грустью в глазах. И можно понять эту грусть, потому что что это была за тайная семейная жизнь. Мы встречались, например, у сестры в доме или на съемных квартирах. Раз, другой, третий, а потом уже львов загрустил. Четвертый год, как я женат. Легко вообразить, сколько положений сие, соединенные с цыганской жизнью, влечет незаботы. Сколько труда и огорчений скрывать от людей под видом дружества и содержать в предусудительной тайне такую связь. Не достало бы ни средств. Можно представить себе, какие он деньги тратил на эти тайные встречи. Нетерпением моего, если бы я не был подкреплен такой женщиной, как Маша. Николай Львов и Мария Дьякова оба бросили вызов судьбе и оба победили. Но я думаю, что мужчине в этой ситуации все-таки было легче. Он должен был взять всю ответственность на себя. Он должен был много работать, напрять все свои силы. Но все-таки действовать всегда легче, чем ждать. Я думаю, что эти четыре года Николай Львов находился в таком отчаянно яростном напряжении. И эти же четыре года для Марии Дьяковой были просто каторгой. Маша перестала получать от Львова письма. Сомнения закрадывались в душу. Где он? Что с ним? Разлюбил? Забыл? На самом же деле матушка обнаружила их тайную переписку. В доме Дьяковых гремели балы, гремели трубы крепостного оркестра, крутили усы блестящие уланы и гусары. Родители все еще подыскивали для нее богатых женихов. Николай Львов искал способ передать письмо. Сомнения закрадывались в таком отчаянно яростном напряжении. Вот она четыре года. Четыре года скрывает этот факт от всех. Вообще вот так много встречали женщин, которая может такую жареную сенсацию удержать в себе на протяжении четырех лет ни с кем не поделиться. Мне кажется, что в этой истории загадочное то, что сразу не бросается в голову, что они абсолютно здоровые люди. У них нет никакой психологической, даже на бытовом уровне, вот этой вот так называемой психопатологии обыденной жизни, как говорит Зигмунд Фройд, у них даже этого нет. Такие абсолютно нормальные люди. В своих страданиях они не переходят в какую-то грань, да, все это сублимируется. Он пишет стишки, она там пишет письма, да. Вот эти двое друзей, которые были свидетелями их тайного бракосочетания, молчат, потому что иначе у них самих будут социальные неприятности. Все очень благопристойненько. И это замечательно на самом деле, потому что это здоровые люди. Но мы как-то так растеримся. А что нам рассказывать про здоровых людей? Это неинтересно, нам подавать чего-нибудь такого, выверток, патологии там. Имя Львова становилось известным. Он построил собор святого Иосифа в Могилеве. Потом были знаменитые Невские ворота Петропавловской крепости, Петербургский почтант. Львов работал с невероятной энергией, принимал заказы и от частных лиц, строил загородные дома, и каждую он проектировал как свой. Вскоре Львов стал признанным зодчим русской усадьбы. Но родители Дьякова будто этого не замечали. Не признавали в нем достойного жениха для дочери. Маша тоже страдала. Но не сидела сложа руки. Она официально для семьи Сохла по Львову. Ей помогали сестры. И редут, возведенный ее батюшкой, оберпрокурором, почти пал. Потому что сам Львов к этому времени очень много сделал для того, чтобы понравиться будущему тестью. Он строил соборы, церкви, дома, верстовые столбы. И я вот стою в доме, который построил Львов для Державина, своего друга. И в этом доме живет гений Львова. Вот это теплое ощущение, которое он давал всем своим творениям. В начале 1784 года Николай Львов обратился к оберпрокурору Дьякову с просьбой принять его. Прием, который оказали ему на этот раз, не шел в сравнении с первым. Авдотья Петровна было желательно кивало. Оберпрокурор протянул руку. Львов ушел 31-й год. Теперь он был щекольски одет, причесан по последней моде. «Годы, однако, пошли вам на пользу», сказал отец Машеньки. Дьяковы дали согласие на брак и даже определили срок свадьбы. Куда тянуть? Маше 28 лет. Можно было во что бы то ни стало и как можно скорее признаться в том, что венчание уже состоялось. Венчаться-то во второй раз невозможно. И тогда Машенька уговорил свою горничную обвенчаться с лакеем. Упросили родителей свадьбу сыграть в Ремеле у старшей сестры, графини Иксейна Стенбок. На пороге церкви жених и невеста признались родным, что они давно обвенчаны. Матушка в обморок, со словами «обманщица», «позор». Вот вам и сватовство на английский и французский манер. На силу успокоили. А к алтарю отправили лакеи горничную под густой фатой. Да так, что гости и не заметили подмен. Вот она ускользнула от несчастья. И это может быть тоже большой урок. Большой урок, когда женщина решает свои сложные иногда вопросы по-женски. Я говорю, что женская мудрость не менее эффективна, чем мужской ум. Поэтому мудрые древние говорили совершенно противоположное нынешним поговоркам. Они говорили, если ты не знаешь, как поступить, послушай женщину и сделай, как она подскажет. Брак Николая Львова и Марии Дьяковой был на редкость счастливым. Своё семейное счастье супруги выстрадали, а потому умели его ценить и беречь. После свадьбы Львов привёз Машу в своё имение в Никольской под Торшком. Родилось пятеро детей. Наконец наступили те благословенные времена, о которых так они мечтали. Вот вы понимаете, вот это вот меня больше всего в этой истории как бы привлекло, да, как психолога. Потому что с одной стороны она актриса, ну да, казалось бы, столько изобретательности, столько воли, да, столько терпения ждать, отказывать, противостоять родителям, да. Потом опасности, это постоянная опасность быть разоблачёнными, да. Это же всё как бы должно простимулировать в человеке. В нём это простимулировало, творческое начало. А в ней нет, она просто дождалась и начала рожать любимым мужчине, любимым детям. Прекрасно. А он, имея за спиной такой тыл и такое счастье, он продолжал реализовываться и любить. Они прожили вместе 20 лет. Эти годы пролетели стремительно, потому что это были годы счастья. Львов умер в 1803 году, не дожив до 52 лет. Через 4 года умерла Маша, тоже не дожила до 52. Это так жалко. Но в памяти современников и нас они остались такими, какими мы их видим на портретах Левицкого, Боровиковского. Красивыми, молодыми, и влюбленными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok